МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа говорит губерния. Сейчас мы переходим к очень важной теме национальных проектов. Мы уже рассказывали в этой студии про несколько проектов, больше всего их, насколько я знаю, в сфере здравоохранения и образования. Но у нас часто спрашивают зрители, а вообще есть национальный проект, как он реализуется, что это дает Хабаровскому краю, кто вообще может посчитать его эффективность, что конкретно каждому из нас это дает. И мы специально для того, чтобы объяснить людям, как это происходит, позвали сегодня в студию Марию Авилову, первого заместителя министра экономического развития Хабаровского края как раз по программному и проектному управлению. Я правильно понимаю, что национальные проекты в вашем видении? Верно. Что это за проект такой? Он новый или он давно разрабатывался? Кем он разрабатывался? Ну, действительно, наверное, для всех жителей, для телезрителей, которые смотрят передачу, наверное, сначала нужно понять, что такое национальные проекты, почему именно президент Российской Федерации решил реализовать свой 204-й указ через национальные проекты. Мы столько привыкли работать с программами, с долгосрочными планами, с различными там мероприятиями, планов и так далее. Но проект — это уникальная вообще вещь для работы. Почему? Потому что он обладает двумя характеристиками. Во-первых, это четко увязанный результат, например, создать 725 мест в детских дошкольных учреждениях. Или там, допустим, отремонтировать 121 километр дорог. И он связан, второй показатель — это время. То есть на самом деле это нужно сделать за какой-то промежуток времени, а не в процессе, как мы обычно превышали работать. То есть развитие здравоохранения, развитие образования, развитие культуры и так далее. Это четкий план, который подразумевает определенные меры, которые будут приняты вот у меня до 2024 года, да, насколько я понимаю? В ближайшие 5 лет. И вот если говорить об основных моментах, что же планируется? Ну, на самом деле президентом определено 12 таких направлений. Хабаровский край работает в 11 национальных проектах. Один проект, который называется «Наука». Мы в нем как раз здесь не участвуем. Ну, какие-то образования, это здравоохранение, это культура, это демография, это безопасные и качественные дороги, это экспорт, малый и средний бизнес, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика. Ну, вот про здравоохранение и образование мы уже рассказывали, примерно понятно. Ну, собственно, и строительство дорог. Все предельно понятно. А вот в сфере культуры, что там? На самом деле культура — это один, я бы сказала, одна из уникальных технологий, реализуемая через проект. И вот буквально на днях вы видели, как один из направлений этого проекта — создание новых модельных библиотек. То есть это, грубо говоря, новый подход в проектах к населению, когда население получает совершенно уникальные технологии и взгляды на жизнь. Мы привыкли к одним параметрам библиотек, да, в которые совершенно неинтересны для любых жителей. А сейчас вот на Черной Речке... Ну почему? Я в детстве с удовольствием видел библиотеку. Нет, тоже ходил. Но, насколько я знаю, на Черной Речке, да, организовывали библиотеку. Да, организовалась уникальная модельная библиотека, где дети могут и полежать, и посидеть, и посидеть в амфитеатре, и повыбирать свою литературу, книжки. А взрослое население может посмотреть через электронные ресурсы вообще уникальные издания, которые изданы там в царское время, либо другой исторический период России. И, собственно говоря, ознакомиться со всеми произведениями, которые были первоначально в том редакции, которая была. Мне очень понравилось, что там нет таких вот столов, стульев, да, традиционно, там есть пуфики, можно прийти, более вот такая раскрепощенная атмосфера, в которой хочется читать, а не вот так, что тебя заставляют, как будто бы. Но вот вы знаете, вы принесли такую брошюру, да, что планируется сделать до 2024 года, и вот здесь я смотрю, ладно, экономический рост на уровне 6% в год для Дальнего Востока, честно говоря, это колоссальные цифры для экономики, ну просто феноменальные, продолжительность, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а есть конкретные планы, как это будет реализовываться, потому что, ну, я тоже бы хотел, чтобы у нас экономический рост был даже не 6, а может 8% в год, и ожидаемой продолжительности жизни было больше, но за счет чего это будет реализовано? Ведь это деньги, ресурсы, какие-то четкие планы. Ну, на самом деле, то, что вы назвали, это целевые показатели, установленные самим майским указом президента, а, собственно говоря, раскрываться он будет через систему нескольких элементов. Это и национальные проекты, и государственные программы, с которыми мы привыкли работать, и национальную программу развития Дальнего Востока, которая недавно была внесена в правительство Российской Федерации. А вот можно немножко все-таки про технологии, я не совсем понимаю. Вот есть министерство, в которое присылают определенные бумаги, надо сделать то-то, то-то и то-то, да? И они отчитывают перед Москвой или вы связующее звено между ними? На самом деле, для реализации национальных проектов по всей стране созданы региональные проектные офисы. И вы им руководите в Хабаровском? Именно так. То есть в данном случае я являюсь руководителем регионального проектного офиса, собственно говоря, через который осуществляется технология работы с федеральным проектным офисом. Он создан в правительстве, в аппарате правительства Российской Федерации. И это запуск по определенным технологиям и инструментам. То есть здесь нельзя просто составить непонятные планы или какие-то эти... Каждый проект имеет четкие типовые точки, по которым должны пройти для того, чтобы создать ту же модельную библиотеку, которую мы сегодня обсуждали. Ну вот если говорить о 2020 годе, да, вот 2019 заканчивается, но наверняка есть уже четкий план действий на 2020 год. Что он подразумевает? Открытие там стальки-то библиотек или новых ФАПов или что? Он подразумевает на самом деле большой круг вопросов. Это и в том числе и поддержка рождаемости. То есть у нас должно быть обеспечено не менее 8 тысяч семей. А как? Через поддержку... Интересная тема. Неделю назад мы с профессором Бляхером обсуждали эту тему. Очень интересная тема. Как вообще может ли стимулировать рождаем? В этом направлении, на самом деле в рамках национального проекта «Демография» предусмотрены специальные меры для Дальнего Востока. Это для нас специально внедрил президент Российской Федерации. И меры, которые по поддержке второго ребенка, то есть мы дополнительно получаем региональный материнский капитал. Ну и ипотека по 2% годовых, которая будет реализована. По 2% годовых в том числе. И также дополнительно мы получили одну из мер, которые мы очень долго добивались. Это поддержка рождения на самом деле первых детей. А я могу сказать, что благодаря национальному проекту вот в следующем году будет особенно хорошо рожать вторых детей. Мы на самом деле на это надеемся. И в том числе на первых. Потому что меры поддержки предусматривают в том числе и поддержку рождения первых детей. Ну вот одно дело, хорошо, вот проект демографии, да, я смотрю, вот он есть. Но я, насколько понимаю, там огромный перечень, да, вот демографии касается очень много. Но здравоохранение, да, опять же. Потому что одно дело, дети рождаются, но нужно, опять же, устраивать детские сады, да, это образование. А далее это, ну, в первую очередь, это здравоохранение, да, которое начинается на этапе роддома. А здесь какое развитие? Будут ли строиться новые, может быть, больницы? Чтобы было понятно, что родив ребенка, он будет обеспечен качественным медицинским обслуживанием, далее образование, да, местом в детском саду. Элементарно такие вещи. Ну, по проекту здравоохранения, на самом деле, с точки зрения именно детей, там предусмотрена модернизация всех детских поликлиник. При этом так же, как и с модельной библиотекой, это совершенно новый уникальный подход. То есть это и комнаты для кормления детей, это игровые комнаты, электронная запись и так далее. То есть ряд элементов, которые по-новому преподносят вообще нам подход к детям. Когда мы привыкли в этих длинных очередях, стоять, да, в детской поликлинике, и неизвестно, когда мы попадаем на прием к врачу, а здесь еще одновременно организуется досуг мамы и ребенка, которые пришли на посещение врача, чтобы было более комфортно и ребенку, и маме, и, собственно говоря, это совершенно другой подход и уровень технологии. И завершающий вопрос. Когда можно будет сказать, выполнены ли все эти поручения президента в крае или нет? Поручения президента мы обязаны выполнить в 2024 году в полном объеме, но для этого еще существуют промежуточные результаты, поэтому каждый год мы отчитываемся от всех достигнутых результатов. А в этом году когда будете? В этом году могу уже подвести ряд моментов. То есть у нас и оснащение поликлиник проходит, детских поликлиник, о которых мы говорили. У нас предоставлена поддержка, если мы говорили о детях, это более трех тысяч детей. В общем, все хорошо. А какое-нибудь министерство, возможно, не справилось? Нет? Мы стараемся делать все, чтобы каждый справился своей поставленной задачей. Спасибо большое. У нас в гостях была Мария Авилова, первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края по программному и проектному управлению.